Друзья, всем моткульт привет! Мне сегодня исполнилось 50 лет. 50 лет это юбилей. Это, между прочим, вроде как в Древнем Риме было юбилей, как раз назывался именно 50-летие, потому что до него доживал-то каждый, не знаю, энный. Все там либо на войнах погибали, либо от болезней. И вот 50 лет дожить это типа как сегодня до 100 было бы. Но в нашем случае это, в общем, оптимистично говоря, середина моего жизненного пути. И, соответственно, одной из главных моих сегодняшних миссий мне видится оздоровление ситуации в школьном и высшем образовании. Ну, так как про высшее, я уже говорил, что ситуация настолько тяжела, что это надо сидеть и просто начинать разгребать с нуля, то в ситуации школьном примерно понятно, что надо делать. И вот это примерно понятно заключается в аккуратном развинчивании всех винтиков той машины запрограммированного разрушения, которая была построена. То есть уже видно, что нужно. Вот в этом месте там как-то повлиять на такого человека, в этом месте вот так изменить в законодательстве такой пункт, здесь там принять такой закон, здесь просто попросить, чтобы в каких-то местах, где не очень следят, там что-то сделать из-под полы, да, там в определенных условиях. Я даже иногда говорю, в сегодняшних условиях все хорошие начинания в системе образования ведутся из-под полы. Ну вот в каких-то случаях, да, мы из-под полы что-то хорошее делаем. Ну и в конце концов просто создавать атмосферу какого-то такого, ну, служения праздничного. Мы куда-то движемся, у нас есть вот эта дорога, да, этот путь. У самурая нет цели, у него есть путь. Путь понятный. Путь к оздоровлению школы. Ну и на этом пути у нас есть, так сказать, некоторое количество препятствий личностного характера. То есть конкретных людей, которые в данный момент в силу своих убеждений, либо своего положения в государственной, значит, системе, в силу вот этих вот моментов, являются нашими оппонентами, да, они мешают, как я считаю, двигаться к поставленной цели. Сейчас я пройдусь по главным именам, которые должны быть нашими соратниками. Я приглашаю их к сотрудничеству, но для этого им нужно совершенно кардинально поменять свои представления и действовать иначе, чем они действуют сегодня. И только в одном случае будет, ну, как это сказать, в качестве примера будет приведен там однозначно положительный пример. Вот. То есть из десяти будет все-таки одно имя, которое будет однозначно положительное. Вот. Ну, начнем. Александр Осмолов, академик педагогики, человек, который всю свою жизнь, он проповедовал, ну, как бы гуманистичное отношение, гуманистическую школу. Он все время советскую школу, он ее хаял и поливал. Она тоталитарная, она ужасная, плохая. То, что она дает предметные знания для Александра Григорьевича. Видимо, просто неважно, потому что не знание надо давать школе с его точки зрения, а нужно, чтобы детям в ней было хорошо. Так вот, Александр Григорьевич, давайте мы все-таки поймем, что это нас завело в какую-то очень странную ситуацию, где у учителей никакой свободы, о которой вы мечтали, ни у учителей, ни у детей сегодня на самом деле нет. У учителей положение такое, что туда никто не хочет идти. И, в общем, наверное, вам надо признать, что, по крайней мере, какая-то часть вины лежит на вас. Ну и после того, как вы, допустим, это признаете, вот, например, Александр Сидоркин в 2014 году замечательно выступил там про цифровизацию, и мы сейчас считаем его нашим коллегой и соратником. Соответственно, если вы, Александр Григорьевич, хотите тоже стать именем, которое будет ассоциируется в конечном счете за школу, а не против, то все, что вы должны сделать, это сказать, даже не покаяться, а именно сказать, что убеждения, которые я все это время имел, они, в общем, оказались ошибочны и привели не к тому, к чему я ожидал. Вот одной этой фразы от вас, мне на день рождения в подарок, достаточно, чтобы я вам подал руку и был готов с вами сотрудничать. Герман Оскарович Греф. Следующее лицо, которое идет, значит, явно препятствует осуществлению наших планов возвращения нормальной школы. С моей точки зрения, здесь очень много разных мнений. Да, я из перечисленных лиц, я лично знаком только с тремя из десяти, и то с одним буквально два рукопожатия в жизни. Вот, с двумя хорошо знаком. И вот с Германом Оскаровичем я пока не знаком лично, поэтому его личностную характеристику я ему даю по описанию моих близких друзей, и трех друзей, которые с ним пересекались и работали. Да, и знаю, ну, знаю этого непосредственно лично, я, конечно, не буду их называть сейчас, да, чтобы не было каких-то вопросов там к ним или что-то. Значит, Герман Оскарович, судя по всему, это человек собственных глубоких убеждений. То есть он сам считает, что вот все должно быть там измерено, померено, всему должна быть цифра. Ну, с нашей православной точки зрения, конечно, это просто сатанизм, но с точки зрения Германа Оскаровича это эффективность. «Каждый учитель должен быть измерен», говорит Герман Оскарович на каких-то форумах, да, и не понимает, что это в принципе невозможно. Какую бы вы, значит, характеристику, особенно невозможно это измерить человеку, который не находится в системе школьного образования. И заведомо все, что он предложит в качестве измерения, будет подделано и приведет к тому, что привилегии получат плохие, недобросовестные учителя, а хорошие и совестливые получат все худшее и худшее положение. Это то, к чему приведет попытка вмешательства Германа Оскаровича в деятельность школы путем измерения учителей. Вот, ну и, конечно, все эти начинания, связанные с тем, что искусственный интеллект будет придумывать индивидуальные траектории, это все не просто бесконечно далеко от школы, это полная крамолая ересь. Соответственно, Герману Оскаровичу требуется, наверное, время, чтобы это понять. Я знаю, что он человек ищущий, то есть это я точно знаю, что он, как бы, куда мне дальше двигаться, какие перспективы дальше, ну, как бы, я это слышал. То есть ему еще не все надоело в этой жизни, и, соответственно, у Германа Оскаровича есть прекрасный шанс переосмыслить первый период своей жизни, и так же, как Александру Григорьевичу, просто публично признать, что он был в таких-то и таких-то делах неправ, и в убеждениях тоже. Вот, так как он, значит, судя по всему, ни в каких махинациях, ну, таких вот преступных не уличен, то ему вообще, как бы, ну, ничего не грозит. Просто банкир должен заниматься банком, а учитель должен учить. Ну, зачем лезть сюда, да? Зачем проводить какие-то курсы, повышение квалификации, которые ни о чем и ни к чему, да? Не нужно это делать. Герман Оскарович, оставьте это. Оставьте это людям, которые понимают в этом. Так, ну, значит, наш премьер Михаил Владимирович Мишустин замечен в подписании документов, таких, как цифровая трансформация школы, таких, как документ о полном, значит, открытии, ну, полном разрешении фактически ведения дистанционного образования, то есть он его легализовал. Здесь, как бы, есть у меня соратник один, который говорит, что ничего тут страшного нет, он, как министр, обязан легализовать те виды деятельности, которые все равно и так идут. То есть то, что у нас в Дагестане, в Бурятии обсуждается дистанционное, уже полностью дистанционное образование только потому, что просто нет ни одного предметника, учителя, и что в локальных, в этих условиях, Мишустин первым делом должен соответствующий документ подписать, в котором, в рамках которого это будет просто возможно по закону, а уже потом решать проблему учителей. Так вот, Михаил Владимирович уже оглашал вслух, что живого школьного учителя никогда не заменит экран. Он повторил мои слова один в один. И всех нас. Ни одного меня, естественно. Я тут не хочу на себя одеяло перетаскивать. Ну, просто у меня сегодня день рождения, поэтому я скажу. Повторил мои слова слово в слово. Так вот, Михаил Владимирович, сказавший А, надо говорить Б. Раз вы говорите, что живого учителя ничего не заменит, пожалуйста, подпишите указ о том, что все учителя отныне минимум 5 мрот получают за одну ставку нагрузки. И вам не будет цены. Если вы не можете это сделать в одиночку, предложите это Госдуме, Госдума вас поддержит. На этом про Мишустина все. Следующий идет. Министр образования Фольков увлечен какими-то безумными прогрессивскими идеями. Видимо, ему очень сильно как бы на уши подсели ребята из Сколковской школы управления. Вот они, значит, ему говорят, что вот так надо действовать, вот так. Они во всех, там Андрей Волков есть, другие люди, они во всех, значит, комитетах сидят, они решают, кому проходить в такие-то программы поддержки университетов, они устраивают курсы, значит, за огромные баснословные деньги, устраивают курсы, на которых, значит, пункт из АФБ рисуется и говорится, что нужно не вот так сделать, а скачком перепрыгнуть. Меня уже слили, что там происходит на этих курсах подробно, да? И это выдается за гениальнейшие открытия. То есть, ну, откровенно, команда, значит, просто, я не знаю даже, как это назвать, шарлатанство это или что, или это там какое-то идейное безумие. Ну, вот интересно, что наш министр Фальков, он как-то их очень уважает, и в результате получается такая замечательная схема, что они решают, кому давать приоритет, и они же рекомендуют, если приоритет университетам получен, то несколько сотрудников должны поехать пройти у них вот это за большие деньги, вот эти вот курсы повышения квалификации, где из точки А в точку Б будут перепрыгивать. Но что касается Фалькова, я хочу обратить внимание, что так, конечно, не работает это все. Ну и, чтобы закончить на позитивной ноте, министр Фальков, во-первых, сейчас разрабатывает хорошую систему приемов вузы на основании теории игр и механизма Гейла Шепли с помощью моих очень хороших товарищей и братьев, значит, по теории игр. Это первое позитивное, что он делает, и второе, что, в общем, там была как бы обязательность прохождения вот этих вот курсов в школу управления. Как мне сказали, сейчас он подписал, что это необязательно. То есть давление, конечно, все равно сохранится, вот это типа. Вы пройдите у нас курсы, напишите, что они будут пройдены, тогда вы получите приоритет, да? Это, наверное, сохраняется, но уже не в обязательной форме. То есть на Фалькова я скорее ставлю знак плюс, хотя, конечно, к нему там время от времени появляются какие-то вопросы, претензии и так далее. Это все можно в личном порядке решать. Работать с Фальковым можно. Вердикт. Так, Андрей Фурсенко. Персонаж известен одним высказыванием, что ошибка Советского Союза состояла в том, что он хотел вырастить человека-творца, а нам нужен человек-потребитель. Он прям проговорился тогда. Ну, тогда это считалось, как бы сказать, я думаю, конечно, мы все возмутились, но другая часть сказала, ну, конечно, а зачем стране, которая поставляет, значит, важным господам нефть и газ, зачем тут какие-то творцы? Да не только мешать будут, да? Но вот реалии поменялись. И страна, которая поставляет нефть и газ, теперь, значит, пытается всерьез, значит, сцепилась с этим западным миром всем целиком. И, конечно, уже ни о каком вот таком вот движении где-то в хвосте речи не идет. Надо восстанавливать все поголовно, что у нас разрушено. И нам снова нужен человек-творец. Так вот, Андрей Фурсенко, чтобы с чистой совестью дальше жить и спать, должен выступить по первому каналу и сказать «Дорогие сограждане, я отказываюсь от слов, которые тогда произнес. Мы больше не растим человека-потребителя, мы растим человека-творца». То, что я говорил, было сказано в тех условиях, в которых мы находились. Сегодня эти условия не актуальны, и я, Андрей Фурсенко, призываю всех. Растим человека-творца, соответственно, возвращаем полноценную творческую массовую школу времен СССР. Предметную, со всем, что там было, с добротным положением учителя, все, что надо. Вот сейчас закон о дисциплинарной власти пошел, следующий будет закон о пятим рот, как минимальная зарплата за одну ставку. И дальше клубок проблем будет постепенно раскручиваться. Ну, дальше идет Сергей Сергеевич Кравцов, и здесь я только предложу ему признать, что он не справился с возложенной на него трудной ролью. Господь судит за последнее состояние человека. То есть он скажет, что он, я честно признаю, что не справился, скажет он, и ухожу. Это будет действие мужчины. Ты кто такой? Давай до свидания. Так, дальше у меня идет Сергей Владиленович Кириенко. И это человек, конечно, без которого, ну, очень трудно провести какие-либо позитивные реформы. А он технократ. У него вот такое свойство, что он верит в механизмы. Что вот мы возьмем там, вот здесь вот, подкрутим вот так вот, тут сделаем. В каком-то смысле он коллега Грефа в этом плане, да? То есть мы можем все померить, все пустить на основу стимулов и реакций. Вот мы сейчас выделим, что значит хороший учитель. Это то-то, то-то и то-то. Дайте мне критерии, Алексей Владимирович, что такое хороший учитель, да? Как это нет критериев? Не может быть такого, чтобы не было критериев. Критерий обязательно должен быть. Будет хороший критерий, мы хорошим учителем заплатим, ну, а плохие уж подождут, извините, у нас военное время, да? Ну, вот это все надо оставить, эти идеи надо оставить. Сергей Владиленович, сейчас не до критериев. Сейчас, к сожалению, все критерии, которые вводятся в школу, в основном приводят только к злу, потому что, когда у вас базовая зарплата вот такая вот, что на нее не прожить и даже коммуналку не заплатить, и ради вот этих дополнительных 30 тысяч к этим 10 учитель должен там извернуться ужом и понравиться директору, а вот директора уже во многих местах назначили эффективных менеджеров, которые ничего не понимают, не бельмеса в деятельности школы, и которые будут заставлять учителей не учить хорошо, да, не по этому признаку отбирать, кому добавлять, а кому нет, а будут говорить, вот ты за меня вот эту работу сделай, эту работу сделай, эту работу сделай, и вот тебе, соответственно, надбатка готова. Это вот так, Сергей Владиленович, работают ваши критерии в большинстве случаев. Хотя ради справедливости в некоторых школах они работают нормально. Школу называть не буду, потому что в условиях сегодняшнего дня ее могут проплющить. То есть там, где директора хорошие, вот эти стимулирующие выплаты могут приводить к тому, что 70 тысяч рублей – это не Москва. Платятся хорошим, добротным предметникам, потому что директор понимает, что это хорошие, добротные предметники. Но все-таки, Сергей Владиленович, это как механизм порочно. Надо гарантировать пять мрот за одну ставку. Ну вот это, так сказать, предложение Сергею Владиленовичу. Даже без каких-то вот характеризаций, я просто предлагаю понять, что в области образования вот эти все технократические методы совершенно не работают. Алексей Львович Семенов, академик педагогических наук, добродушный, значит, человек, друг всех, значит, вокруг, участник всех форумов и сборов. Однажды при Джорже Соросе он пошутил, он сказал, а что там считать в уме, что-то писать эти сочинения, да вообще писать рукой не надо, говорит, да может и вообще не нужно считать, и таблица умножения устарела. Эй, геометрию? О, я мечтаю геометрию сократить 10 раз, сказал шутник Алексей Львович. Нет, я не могу же серьезно считать, что он так считает, он же академик педагогических наук. Он не может не понимать того, что произносящееся никакого отношения к качеству образования не имеет, кроме резко отрицательного. Нет, я думаю, что он просто так шутит. И вот, говорит, сделаем геометрию всю в 10 раз уменьшим, это он заявил, да, в 2, в 3, в 5, в 10 раз уменьшим курс геометрии, чтобы каждый школьник, внимание, неким дедуктивным методом вывел всю геометрию сам в те теории Эвклида. Вот школьник в селе там Боровичи, да, берет и выводит геометрию Эвклида, сидит, без учителя выводит. Учителя тоже, Алексей Львович там шутил, что школьная коробка, ну, может, нужна, если там им прикольно в ней встречаться. Но вообще это все уже идет к системе без учителя. Соответственно, я не знаю даже, ну, предположить, что он все это говорил всерьез, я не могу, но это же реализовано всерьез, да, как говорится, дурак ты, боссман, и шутки твои дурацкие, торпеда-то мимо прошла, да, как в одном неприличном анекдоте. Дурак ты, боссман, и шутки твои дурацкие. Вот, так вот, Алексей Львович, антиачи шутить, ладно? Алексей Владимирович Таватиев предлагает вам завязать с шутками или хотя бы, как можно в России предлагать завязать с шутками? Давайте вы каждый раз, когда пошутили, потом говорите, шутка. Да я ж пошутил. И вот тогда, конечно, мы с вами дальше вместе будем работать и все восстанавливать. Так, мы постепенно выходим в ноль и в плюс. Последние два лица. Иван Валерьевич Ященко, мой старый друг и знакомый, который делает ЕГЭ. Это операционный директор всего. Когда что-то нехорошее хотят сделать, делают так, чтобы он принял на себя удар и вину. Я знаю, что у него есть очень интересные убеждения, например, в том, что теорию вероятности обязательно надо учить в седьмом классе. Так как он сам находится в довольно высоком положении в этой системе, то он это смог продавить. И у него есть, он мне по телефону долго рассказывал, абсолютно честно. И вот тут у меня нет никаких сомнений, что он так считает. Он даже как-то, он даже меня что-то почти убедил, что ли. Ну, то есть я могу себе представить ситуацию, когда у нас вся Россия наводнена гениальными учителями математики, которые сами теорию вероятности прекрасно знают. И тогда в седьмом классе она никому не повредит. Честно, я тоже так думаю, что не повредит. Она может даже, он говорит, я даже, Алешенька, я даже надеюсь, что вот это вот то, что вот, ну, калькулятор, да, пришлось ввести на ОГЭ, это компенсируется, потому что в теории вероятности постоянно надо считать, столбик в уме, все прикидывать, да, вот. Ну, вот такое вот интересное, да, интересная ситуация, ну, конечно, большинство учителей теории вероятности не знают, и сейчас это внедряется с большим трудом, а еще, несмотря на то, что вроде бы это дополнительный урок, почему-то так вышло, что во многих школах он вместо урока алгебры введен. Я не понимаю, почему. Иван Валерьевич конкретно мне прислал там абзац, почему это не так, что это дополнительный урок математики, еще один. Но почему-то в некоторых школах такие его вычли из алгебры, то есть, может быть, до этого они брали дополнительный урок, который теперь нельзя брать, то есть было шесть там уроков, было бы семь, если бы взяли, это запрещено, там чем-то, и пришлось оставить шесть, а для этого пришлось убрать из алгебры. Ну, то есть, как бы с Иваном Валерьевичем очень много к нему нареканий и конкретных живых учителей, и я тут прям, что называется, подставлю другу плечо. Я вам скажу честно, дорогие друзья мои, братья, что то, что делал Иван Валерьевич, он делал абсолютно искренне. И теория вероятности мат-статистику, которую теперь нам придется действительно изучать, давайте поставим тогда задачу, чтобы учителя школьные, то есть, понятно, мы возвращаемся к первоначальным пунктам. Пять мрот, за одну ставку, возвращение учителей в школу, и тогда, пожалуйста, теория вероятности в седьмом классе без проблем. Ну, конечно, калькулятор на ОГЭ, это перебор. Вань, это перебор, честно, ну, нет, так нельзя, но ничего они не будут знать и понимать. Ну, о чем речь? А как можно рассуждать о том, что человек, который не выучил, как в столбик умножать, вообще хоть чем-то еще сможет заинтересоваться или там что-то понять? Конечно, ничего. То есть, фактически, по-честному было бы встать и сказать, дорогие друзья, у нас полный коллапс, у нас никто из детей не умеет умножать столбик, но так как мы не можем их выпустить без аттестата, мы выпускаем их с тройкой по математике, дав возможность использовать калькулятор. Вот если бы так было сказано по телевизору, как бы страна бы поняла, но она бы потребовала, ну, ребят, давайте тогда менять эту ситуацию. Хорошо, сейчас вы так сделали, но давайте теперь ситуацию менять. То есть, я за честность, давайте честно скажем, зачем это сделано. Это сделано, чтобы замотать под ковер, полностью замести под ковер результаты 30 лет ваших реформ. Точка. И, наконец, Елена Шмелева, это деятель, которого я ставлю четкий знак плюс. Это руководитель Сириуса, и я бы был просто счастлив, если бы Елена Владимировна взяла на себя всю область образования. К сожалению, как я понимаю, ей это сейчас кажется неподъемным. А мне кажется, что мы вместе бы это подняли. И я со своей командой предлагаю Елене Владимировне взять у Владимира Владимировича ярлык на управление всей областью образования вместе с Сириусом внутри него. Вот. И вот на этой супер-мажорной ноте я завершаю обращение на свое собственное 50-летие. С чем всех? И поздравляю! С праздником можете за меня всей страной пить. Маткульт, пока! До новых встреч!